всем привет давайте с вами сейчас делаем небольшой такой раскладик вот вы куда-то хотите пойти и сейчас посмотрим стоит вам туда идти или нет что будет если вы пойдете туда и что будет если вы не пойдете туда что будет если вы туда пойдете если вы не пойдете первый вариант Что будет, если вы пойдёте, если вы не пойдёте? Второй вариант. Что будет, если вы пойдёте, что будет, если вы не пойдёте? Третий вариант. Если пойдёте, если не пойдёте. Четвёртый вариант. Четыре варианта будет. Выбирайте. Первый, второй, третий, четвёртый. Смотрим первый вариант. Что будет, если вы туда пойдёте? Что будет, если вы туда не пойдёте? Мужчины, мужчины просто. Так, ну если это не мужчины, да, что будет, если вы туда пойдёте? Здесь какая-то стабильность. Здесь что-то такое ожидает. Постоянное, стабильное. Возможно, вы уже решили туда идти. Здесь у нас император. Возможно, то, куда вы собираетесь идти, уже запланировано. Это как бы по расписанию, по плану. То есть туда нужно идти. Как бы так получается. Если вы туда не пойдёте, то здесь у вас сохраните свой достаток. Вы будете довольны. Тут в любом случае, вы идёте или не идёте, вы останетесь довольны. Потому что здесь, если вы пойдёте, у вас будет чувство выполненного долга. То есть то, что вы сделали, вы должны были это сделать. То есть вы должны туда пойти. Это как бы, не знаю, это как всё равно, что пойти присутствовать там, где вы должны присутствовать, где вы не можете отказаться. Потому что вы там должны быть. Так запланировано. На свадьбе у родственников, например. Вы там тоже важный человек. То есть вам нельзя отсутствовать. Вы там должны быть. То есть это как-то по плану запланировано здесь. Вам тут нужно быть. Может быть, вы руководитель своей компании. Вам нужно присутствовать на этом мероприятии, чтобы поздравить. То есть это как бы для галочки, да, получается. То есть здесь как-то... Это ваша обязанность быть там, находиться. Но если вы не пойдёте, то тут вы тоже будете в гармонии. Вы будете в стабильности такой, в комфорте. Денюжки сбережёте как-то. Не знаю, тут получается и тут, и там. Всё хорошо. Здесь вы будете довольны. Здесь вы будете довольны тем, что вы это сделали. Потому что это как бы ваша обязанность. Вам положено это по вашей должности. По вашему жизненному как-то вот предрасположению. Вот в каких вы отношениях с людьми. Или почему вы тут должны быть. То есть вы тут должны быть. Как бы вы тут должны быть. Вы будете довольны, что вы тут сходили. Вы это сделали. Вы молодец. Вот. Вам положено, вы сделали. Как королю там надо присутствовать, да. Вот надо и всё. Он не может пропустить это. Вот вы вот пришли, сделали. И вы молодец. Как бы здесь подолгу положено. А здесь вы будете довольны, даже если не пойдёте. Вы будете дома, комфортно будете, в уюте. Там как-то вот проводить время так, как вам нравится. Вы будете довольны. Вы умеете хорошо проводить время. Любите вкусно покушать. Любите отдохнуть. Умеете это делать. Знаете как. Знаете как сделать приятное себе. Вот. Здесь такая первая позиция. Но здесь ещё может быть для женщин, да, возможно. Это не знаю. Не для всех. Если вы пойдёте, то встретите там такого человека. Как такого, как император. Тот, который знает, чего он хочет. И если он вас выберет, то всё. Это конкретно он вас выберет. Никуда не денетесь, да. Будете с ним. И если вы не пойдёте, то здесь будет мужчина по статусу, возможно, чуть ниже, чем император. Но он более будет к вам мягок. Потому что император, он более жёсткий. Он, как сказал, так и должно быть. У него тоже есть свои определённые правила, которым нужно подчиняться. Он, вот этот человек, будет к вам больше прислушиваться. И вот этот человек умеет тоже зарабатывать. Что тот, что этот. Любит уют, комфорт. Красоту женскую. Вот. Это только для тех, вот, ну, для маленького процента мужчины здесь идут. Вот. А так вы будете довольны. Вы будете собой довольны. Вы сможете, если не пойдёте туда, сможете хорошо время провести. Вы знаете, как это сделать. А если пойдёте, вы будете довольны. Будет чувство выполненного долга. Как-то так. Спасибо, однёрочки. Пока-пока. Подписывайтесь, ставьте лайки. Вот. Вас очень люблю. Это ваше спасибо будет. Давайте будем смотреть дальше. Двойчики. Что будет, если вы туда пойдёте? Что будет, если вы туда не пойдёте? Ну, если вы туда пойдёте, то вы можете нарушить свои границы. Как-то свой комфорт, свой уют, свою стабильность. Если вы туда пойдёте, вы всё-таки будете закрыты. Вы не сможете открыться. Или вам придётся нарушить вот эту вот вашу стабильность, ваше сбережение. Возможно, денежки придётся потратить, да. Здесь какую-то стабильность. Стабильность ваша пошатнётся. Вот если вы туда пойдёте. Может быть, внутреннее ваше состояние, вот это вот стабильное какое-то, пошатнётся. Какие-то сомнения, возможно, возникнут. Не получится... Не получится потратить мало. Или вообще не хочется тратить, а получится так, что хочется сохранить. Здесь разные есть варианты, потому что это будет зависеть от ваших действий. Здесь потеря стабильности. Стабильное вот этого положения, когда вот вы стоите, как на стол на четырёх ножках. Он стабильный, он не шатается, да. Вот он, вот всё, всё хорошо. А тут как бы может пошатнуться. Где-то что-то будет неуютно, некомфортно. Что-то будет такое вот... На вашу территорию как будто... Будут покушаться. Ну, здесь какая-то потеря стабильности, если вы пойдёте. Будут сомнения такие, что вы можете стабильность потерять. Да, вы стабильность, но она может пошатнуться. И тут уже от вас зависит, пошатнётся или нет. Как бы вот... Ну, тут, в принципе, вы ничего-то и... По большому счёту, много что-то потерять, вы ничего не потеряете. Если вы что-то и потратите в деньгах, да, что-то у вас уйдёт, то это немного. Ну, даже, может, это в деньгах вы не потеряете, а просто это будет внутренне ваша... Какая-то... Что-то такое пошатнётся, что-то... Сомнения какие-то. Вот. Ну, тут можно... Можно сходить, чтобы расширить свои горизонты, но вы не захотите этого делать, потому что вам комфортно. Вам комфортно в том состоянии, в котором вы находитесь, вам не хочется туда идти. Как-то так вот здесь. Вам тяжело внутренне. Как-то внутренняя вот эта вот борьба, она будет вам мешать чем-то там насладиться или получить удовольствие, не знаю, куда вы идёте. Вот. Если вы не пойдёте. Если вы не пойдёте, вы будете больше довольны, чем если вы пойдёте. Потому что, если вы не пойдёте, вы как-то получаете какое-то своё желаемое, то, что вы хотели, провести время с семьёй, да, не тратить время куда-то туда, непонятно на что, да, а вот как-то в семье, с родственниками, с друзьями. Какая-то стабильность, постоянство, что-то купить, что-то такое потратить на себя, на свою семью, на свой дом, как-то вот добиться какой-то цели, желания какое-то исполнить своё. Как-то тут вот более, более в гармонии, тут вот вы будете более счастливы. Там у вас будут такие сомнения, внутренние даже. А тут вы будете более счастливы. Ну, вот тут не знаю, с чем связано. Надо рассматривать ситуацию, конечно, индивидуально, много, может быть, вариантов. Но в любом случае, счастье больше получаете, если вы не идёте. Если вы идёте, тут надо будет держаться. Держаться, что вы стол на четырёх ножках, что всё нормально, всё стабильно, вы в гармонии, всё хорошо. Никто у вас не пошатнёт, ни ваше верю, ни ваше вот ничто. Всё хорошо. Вот, как стержень такой. Вот. А здесь вот больше расслабления, поддержка, получение того, чего вы хотите, как-то радость, больше такое счастье, довольство такое. Вот. Такая позиция. Спасибо двойке. Желаю вам удачи. Пока. Подписывайтесь, ставьте лайки. Я буду вам очень благодарна. Лайки – это ваше спасибо для меня. Теперь давайте смотреть троечек. троечки. Если вы пойдёте, если вы не пойдёте. Ну, смотрите, если вы пойдёте, то вы будете счастливы, как маленький ребёнок, который получил какую-то игрушку, которую он очень-очень хотел. Вы будете очень счастливы. Вот как будто вы очень-очень что-то хотели, да, вот какой-то тортик получить. Вы это съедаете, и прям касть такой. Или там, например, кофе вы пьёте, свой любимый. В том ресторане или кафе, который вы любите, но в который не можете себе позволить, например, да, может быть, там часто ходить. Но вы пьёте этот кофе, и вам так классно. Или вы тут вот, вы получаете вот что-то такое, что делает вас счастливым или счастливой. Это вот как, когда вот хотите что-то такое, очень-очень хотите, и тут бац, и вы это получаете. И такое счастье, просто такое вот, что, ой, класс, там вот, ну, не знаю, такое вот что-то, здесь вот как ребёнок, как ребёнок. Вот ребёнку дали игрушку, и он прям такой весь довольно счастливый, думает, вау, классно, такие глаза горят, светятся. Вот здесь, вот здесь такая радость, вот здесь, если вы пойдёте, здесь просто радость, просто очень-очень такая яркая. Ваш внутренний ребёнок, и вы будете просто очень довольны, очень счастливы. Вам это очень понравится, если вы пойдёте. Если вы не пойдёте, вы сбережете денежки, я так сказала вы как-то если вы не пойдете вы будете один или одна да и и проводить время так как вам нравится да и кстати если вы не пойдете вы все-таки тоже можете здесь потратить деньги потому что карта такая что здесь трачу на себя любимую или любимого покупаю что хочу получаю удовольствие знаю как получить знаю что для меня хорошо все сама одна но здесь один человек здесь человек один если вы не идете то вы как-то в одиночестве время проводите или с теми людьми которые вам как бы не так уж и нужны по жизни потому что вы все можете самостоятельно просто время провести может быть что весело было там за ручьями людей как-то человек один ну здесь человек какие-то сбережения свои сбережет если не удариться в такое что я не я не пошел или я не пошла пойду лучше тогда куплю себе что-нибудь красивое и дорогое и вкусное или еще что-то да то есть здесь здесь можно как и сохранить если не пойдете вы можете как сохранить так и потратить потому что вы можете на эмоциях потратить вот туда тут деньги сохраняется но на эмоциях да вы можете их потратить все то что сохранили то не уйдет здесь больше счастья здесь вот как-то вот значимое какое-то событие для вашей души для вас внутри прямо душе что-то такое хорошее что такое теплое приятное но здесь может быть еще и немножко безрассудное потому что вы еще не знаете чем это может обернуться например да возможно вот тут вот ну это понимаете здесь как-то вот как с маленьким ребенком тут просто здесь ребенок поэтому ассоциации чтобы легче было понять легко понять потому что например здесь он радуется что вы мороженое такое вкусное да целую банку там купил себе килограмм ну как взрослый человек себе покупать и много же например же она лопались там мороженого этого да а потом бац горло болит то есть последствия могут быть такие но как вот ребенок он же не знает да или он хочет да но думает не заболит на этом чайку попью да и все нормально будет как бы тут вот но осторожно смотрите если куда-то идете да возможно на какую-то вечеринку да или если будете гулять то осторожно смотрите сильно много не переедайте там не пейте нос но удовольствие вы получите просто норму надо знать норму норму да то есть не перебарщивать не знаю что у вас за ситуация вот тут надо как бы индивидуально да но здесь части прям как по детскому детское такое здесь человек более такой собранный тоже знает как получать удовольствие кстати человек знает как получать удовольствие знает что нужно сделать чтобы было хорошо вот поэтому любит это все да знает как чтобы было приятно для себя и молодец человека любит себя здесь все прям гармония отлично спасибо тревочки за что все было хорошо ставьте лайки это как и ваше спасибо для меня давайте смотреть 4 4 очки если пойдете если не пойдете слушайте а тут если пойдете это как-то здесь какая-то или какая-то вы станете на шаг ближе к своей мечте если вы туда идете то есть это как-то связано с вашей мечтой с тем что вы хотите получить да то что далеко далеко от вас вы как-то на шаг станете ближе но все-таки здесь вы получаете то что вы хотите но не сейчас а в каком-то отдаленном будущем да или здесь здесь вообще возможно встречи с человеком издалека или там с тем с кем вы переписывались или возможно но здесь здесь сбывается желание но не скоро вы как-то открываете себе путь к вот этому вот желанию который вы хотите вот какая-то мечта у вас есть желание какое-то что-то вы очень-очень хотите вот всем сей душой и чтобы это получить это вы не можете быстро получить для этого нужно время какой-то промежуток времени это как женщина беременна на 9 месяцев должна ходить коробочку чтобы он была здоровом чтобы он вырос время должно пройти так и вы не можете так как дерево посадить она не может вырасти там за неделю да морковку посадил раз она выросла там за два дня нет такого не бывает так что здесь вот для вашей мечты для вашего желания нужно время какой-то промежуток времени и поэтому вот тут вот вы делаете если вы пойдете вы делаете шаг своей мечте Вы идёте в сторону своей мечты. То есть это положительно влияет. Вот где даже может быть какая-то мечта. Но как-то всё-таки не скоро. А может быть у некоторых и скоро. Может быть, если вы пойдёте, вы что-то такое получите. Что-то такое для души, что будет вам очень-очень нравиться. Нравится. Может быть то, о чём вы мечтали. В любом случае, вы идёте к своей мечте, к своему желанию. Вы что-то получаете. Может быть у некоторых сейчас, у некоторых через какой-то промежуток времени. Потому что разные цели, разные мечты. И здесь разные ситуации могут быть. Вы пойдёте к своей мечте. Прямо к ней навстречу пойдёте. Вот она там у вас, да. И вот вы идёте. Вот дорога к вашей мечте, и вы прям пац по этой дорожке. Тынст-тынст-тынст-ты пошли. Если вы не пойдёте, если вы не пойдёте, вы или останетесь дома. Или просто останетесь дома отмечать. Как-то так пошло. Здесь как-то праздник дома. И какой-то праздник дома. Какое-то событие дома. Возможно, семейное событие. Тут ещё возможно, конечно, что вы поедете куда-то на отдых. Но, знаете, в помещении как-то. В домах, как-то домики будут. На отдых. Здесь как-то отдых без моря, а как-то больше суши. Больше суши, домов. Вот такой вот отдых. Не так, что вы на море едете. А суши больше. Да, тепло, жарко. Ну, суши больше, чем море. Ну, здесь, в принципе, если вы не идёте, у вас тут всё стабильно. Всё как и было. Вы довольны. Ничего не меняется. Ничто вам душу не тревожит. Вот. Спокойствие. Только спокойствие. Здесь так. Ну, и возможно ещё, что вы будете отмечать какой-то праздник. Или проведёте время с семьёй дома. Семейное. Что такое? С друзьями, с семьёй, с какими-то близкими людьми. Может быть, с родными. Может быть, с любимым человеком. Да, проведёте время дома. Домашняя обстановка, как-то тут больше идёт. Вот. Так, то смотрите сами. Идти или не идти. Здесь будет стабильно, как и было. Если не пойдёте, ничего не меняется. Как было, так и есть. А если пойдёте, там, здесь, там. Спасибо четвёрочке. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки. Это как ваше спасибо для меня. Всё. Спасибо. Всем пока. Спасибо, что смотрели. Желаю вам всего самого-самого хорошего. Я вас очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-люблю. Спасибо, что вы у меня есть. И всем пока. Спасибо. 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 Спасибо.